Здравствуйте! В эфире программа 7 минут. У нас сегодня в гостях Наталья Жмурова, ответственная секретарь приемной комиссии РГУ имени Сергея Есенина. Здравствуйте! Здравствуйте! Закончился прием на очное обучение. Скажите, сколько заявлений было подано в этом году и как изменились результаты по сравнению с прошлым годом? Количество заявлений, поданных на очную форму обучения, в этом году где-то порядка 8,5 тысяч. В прошлом году около 10 тысяч было подано заявлений. Количество заявлений уменьшилось, а количество абитуриентов, участвующих в конкурсе, осталось на прежнем уровне. Это говорит о том, что, наверное, более определенными стали наши абитуриенты. В меньшей степени они пользуются своим правом подавать документы в 5 вузов и на 3 направления подготовки внутри каждого вуза. Они уже знают, куда идут. На какие специальности сейчас существует спрос в нашей стране, в городе и какие специальности выбирают абитуриенты? Ну, наверное, я не скажу нового, если обращу внимание на то, что наиболее востребованными по количеству поданных заявлений является юриспруденция, управление персоналом и другие аналогичные направления подготовки. Но радует нас в этом году тот факт, что очень высокий конкурс и большое количество оригиналов документов образования на профили педагогического образования, на различные профили направления подготовки педагогического образования. Видимо, общество начинает постепенно поворачиваться лицом к школе. И желающих получать профессию учителя много. Много было абитуриентов, которые участвовали в целевом конкурсе. Кто-то прошел на целевые места, кто-то в дальнейшем продолжает участие в конкурсе уже на бюджетные места на общих правах. Какие новые направления появились в подготовке? Вот здесь как раз об этом хотелось бы сказать, что направление подготовки педагогического образования имеет очень много разных профилей. И мы в этом году открыли много новых профилей педагогического образования, таких, которые имеют срок обучения 4, не 4 года, а 5 лет. Это педобразование с двумя профилями. Такие, как, например, общество знания и английский язык, дошкольное образование и физическая культура, математика и физика. Это такие профили, которые будут востребованы в современной школе, потому что выпускают учителей, которые могут вести два предмета. И сразу же большой конкурс. Вот, например, педобразование, дошкольное образование и физическая культура. Впервые мы открыли по просьбе Министерства образования Рязанской области. Такие специалисты востребованы в регионе. И уже сейчас на первом этапе зачисления все бюджетные места заняты. Изменились ли проходные баллы в этом году и с чем это связано? Точную характеристику проходных баллов мы дать сейчас пока не можем. Почему? Потому что второй этап зачисления у нас только еще впереди, 11 августа. Но тот факт, что баллы повысятся, уже сейчас это видно. Почему? Потому что количество абитуриентов, зачисленных на первом этапе высокобальников, в два раза больше, чем это было в прошлом году. Я думаю, что проходные баллы на все направления подготовки будут немножко выше, чем в прошлом году. Скажите, а усложнилась ли процедура приема? Да, действительно, в этом году мы осуществляем прием соответствующим новым порядкам. И вот этот новый порядок приема, он очень жестко регламентирует процедуру зачисления на бюджетные места. И дает несколько большую свободу в зачислении на платные места. А вот что касается зачисления бюджетников, то действительно все регламентировано по каждому шагу. Что мы можем делать в каждом конкретном этапе? Кого зачислять можем, кого не можем? Очень жесткая процедура, сложная. И вот сейчас абитуриенты, их родители, конечно, с трудом ориентируются в том, как они будут зачислены. И в лучшем положении, в более определенном положении находятся те абитуриенты, которые сразу представили оригинал документов образования в тот вуз, где они хотели бы учиться. Они в порядке приоритетов указали три направления. Мы в этом году должны учитывать этот порядок приоритетов. Впервые в этом порядке приема прописано. И теперь они просто должны ждать зачисления. Если они не попали на первом этапе, попадают на втором этапе. Не попадают на втором, могут оплатить обучение, учиться платно. А вот те, кто свои оригиналы документов переносит из вуза в вуз, им очень трудно понять, проходят ли они на то направление, на которое хотели бы учиться, или же не проходят. Это трудно. Идет ли еще прием документов на очно-заочную форму обучения в магистратуру? У нас закончился прием документов на очную форму обучения, а вот на заочную, вечернюю форму обучения. И в магистратуру прием ведется еще до 20 августа. Так что мы приглашаем всех абитуриентов, которые пока еще не заняли бюджетные места, или не смогут обучаться платно, мы приглашаем их подать заявление на заочное обучение, на вечернее обучение. А вот родители абитуриентов, те, кто имеет уже высшее образование, мы приглашаем в магистратуру. У нас достаточно много бюджетных мест в магистратуру, много различных магистрских программ, в том числе новых. И независимо от профиля вашего базового высшего образования, вы можете продолжить свое образование в магистратуре. Еще два с половиной года или два года, если точно, вы получите образование высшее второго уровня. Увеличилось ли количество бюджетных мест? У нас количество выпускников в этом году осталось приблизительно на прежнем уровне. И количество бюджетных мест, которые мы получили, оно тоже осталось приблизительно тем, что и было в прошлом году. На те направления подготовки, где нет бюджетных мест, мы имеем право осуществлять внебюджетный набор. Вот так, например, у нас нет в этом году бюджетных мест, на направлении подготовки экономикой, государственное муниципальное управление и некоторые другие. И ВУЗ имеет право в этом году свободно вести прием на внебюджетной основе. Это, с одной стороны, может быть плохо, что нет бюджетных мест, но, с другой стороны, для абитуриентов спокойнее. Потому что если в прошлом году было всего 10 мест на направлении подготовки экономикой, мы были связаны этими местами. Ну, понятно, что мало кто эти места занял, но все ждали, пока эти конкурсы на бюджетные места пройдут. В этом году мы можем осуществлять набор на внебюджетной основе, не дожидаясь окончания конкурса на бюджетные места. Поэтому очень многие абитуриенты уже сразу оплачивают обучение на то направление подготовки, где они хотели бы учиться, и спокойно едут отдыхать. У нас уже сейчас порядка 300 оплаченных договоров на обучение на внебюджетной основе. Никаких особых ограничений в оформлении этих договоров нет. И это нас радует, потому что абитуриенты больше имеют свободы выбора. Больше свободы выбора. Что касается магистратуры, то здесь какие-то новые направления появились? Да. У нас в этом году открыты новые магистрские программы. Очень интересные. Так, например, направление подготовки журналистика. Магистрская программа впервые открыта. На, естественно, географическом факультете магистрские программы по биологии, по химии тоже будет осуществлен набор. Вот на данный момент маловато заявлений на заочную магистратуру, направление подготовки социологии. Приглашаем абитуриентов занять. Там тоже есть хорошие места. На экономике магистратура есть. На факультете социологии управления, направление подготовки, менеджмент. Две магистрские программы. Менеджмент в образовании. Одна из них такая интересная, востребованная магистрская программа. Педагогическое образование с различными профилями. Интересно, может быть, не все знают, что независимо от того, какое вы имеете базовое высшее образование, можно учиться в магистратуре. Достаточно пройти вступительные испытания, на которых вы должны подтвердить уровень бакалавриата данного направления подготовки. И ограничений по профилю предыдущего образования нет. Поэтому, кому нужно изменить свой образовательный профиль, получить дополнительно за 2-2,5 года образование уже более высокого уровня, мы приглашаем в магистратуру. Давайте напомним абитуриентам, какие документы необходимо принести в приемную комиссию и где можно посмотреть всю информацию. Ну, конечно, наша информация на официальном сайте. Конечно, можно прийти в приемную комиссию, которая во дворе главного корпуса расположена в этом году. Независимо от факультета, направление подготовки у нас общая приемная комиссия действует. А комплект документов минимальный. Надо написать своей рукой заявление, оставить ксерокопию документа об образовании, который мы на месте заверяем при наличии оригинала. И прийти с паспортом, оставить свои паспортные данные. Те, кто будет сдавать внутренние экзамены вуза, а на заоченную форму обучения, это большая часть наших абитуриентов, должны принести еще фотографии, 6 фотографий, 3 на 4, для того, чтобы оформить студенческие документы. Это вот минимальный комплект документов. Приглашаем всех абитуриентов. Спасибо, что к нам сегодня пришли. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю всем успехов в достижении поставленных целей. Субтитры подогнал «Симон»!